Это Мигалин. Ребёнок, который охраняет вход в павильон Шанхая. Какой он милый, не правда ли? Милый, но он весит почти две тонны при росте из семь метров. Большой малыш. Думаю, многие, кто прошёл мимо, думали о том, как менять такому малышу подгузники. Странно, что они попросили нас делать ребёнка с голубыми глазами и светлыми волосами, потому что это типичная западная внешность. Но выглядит он классно. Нам нужен большой подъёмник. Родители этого ребёнка — гуру Голливуда. Обычно они создают чужих, хищников, мутантов или героев фильмов ужасов. Мы начинали как ребята, изготавливающие монстров. Поэтому мы очень рады, что нам доверили этот проект. Не просто переключиться из чего-то ужасного на нечто прекрасное, но мы в деле уже 25 лет и хорошо знаем свою работу. Мы не просто создаём модели. Мы делаем персонажей со своим характером. Можно сказать, мы подготавливаем артистов. Главный концепт этого проекта заключается в лице ребёнка. В качестве тестового образца мы всегда демонстрировали вот эту часть лица. Щёку и глаз, потому что именно эти части лица позволяют показать весь технический потенциал нашего проекта. Единственное, что оказалось нам трудным, — это масштабы. Черты лица младенца в реальном размере выглядят просто потрясающе, но мы боялись, что при увеличении масштаба они могут изуродоваться. И люди, которые увидят конечную модель, останутся недавно. Первое, над чем мы начали работать, — взгляд ребёнка. Наша команда пересмотрела тысячу фотографий, при этом как мы вместе с заказчиком выбрали подходящую модель. Мы внесли лишь незначительные изменения, сделали голову более круглой, увеличили площадь роста волос. Мы делали это скорее для того, чтобы избавить нашу модель от недостатков, сделав форму черепа чуть более дельной. Мы сделали несколько рисунков, чтобы понять, как эта фигура будет выглядеть рядом с обычным человеком. Только тогда мы смогли оценить масштаб. Мы поняли, что наших потолков едва-едва хватает, чтобы вместить здесь этого ребёнка. От головы до потолка оставалось буквально 10 сантиметров. Но компьютерное моделирование влечёт за собой новые трудности. Есть большая разница между моделированием персонажей для кино и для живой выставки. Такой, как это. Лично я считаю, что персонаж для выставки должен выглядеть лучше, потому что посетители воспринимают его собственными глазами, а не на экране. Особенно трудно работать со звуками. Если доносящиеся звуки не будут дополнять иллюзию реальности, вся работа пропадёт даром. Но, с другой стороны, эта фигура полностью трёхмерная, значит, посетитель может разглядеть её со всех сторон. На работу ушло около 7 месяцев. На строительство металлического скелета, создание металлического скелета,